приветствую всех вы на канале школа вязания наша пряжа в сегодняшнем видео вяжем вот такой красивый кружевной узор спицами это лицевая сторона вот его изнанка для вязания узора необходимо набрать количество петель кратно 10 плюс 2 петельки симметрии и плюс 2 кромочных петли так я набрала петли на 3 раппорта это 34 петельки первый ряд с лицевой стороны кромочную петлю снимаем так далее раппорт начинается из 2 изнаночных петель и 3 лицевые 1 2 3 повторяем 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные 3 лицевые так я повторяю до последних трех петель последний раппорт 2 изнаночные 3 лицевые 3 петельки осталось их вяжем как 2 изнаночные и кромочные тоже вяжем изнаночной петлей так готовый первый ряд с лицевой стороны работу поворачиваем второй ряд с изнаночной стороны снять кромочную петлю раппорт начать из двух лицевых затем 3 изнаночных 1 2 3 повторяем 2 лицевые 3 изнаночных снова 2 лицевые 3 изнаночных и так мы повторяем до последних трех петель последние раппорты 2 лицевые 3 изнаночных 3 петельки осталось 2 лицевые петли симметрии кромочные вяжем изнаночной петлей так это у нас второй ряд поворачиваем вязание 3 ряд с лицевой стороны снимаю кромочную петлю раппорт начинаю из двух изнаночных далее следующие 1 2 3 лицевые петли провязываю вместе лицевой с уклоном вправо слева направо я ввожу 3 петельки спицу провязываю их вместе лицевой с уклоном вправо снимай со спиц делаю накид затем 2 изнаночные делаю накид и 3 петли вместе лицевой с уклоном влево первую петлю снимаю вторую петлю снимаю 3 провязываю лицевой и первые вот эти две снятые петли перебрасываю через провязанную петельку это 3 вместе лицевой с уклоном влево так повторяем раппорт 2 изнаночные 3 вместе лицевой с уклоном вправо слева направо провязываю 3 вместе лицевой делаю накид 2 изнаночные делаю накид 3 вместе лицевой с уклоном влево первую петлю снять вторую петлю снять третью провязать первые 2 перепрасываем через последнюю так и третий раппорт 2 изнаночные 3 вместе лицевой с уклоном вправо накид 2 изнаночные накид 3 вместе лицевой с уклоном влево 2 снимаем 3 провязываем перебрасываем первые 2 через третью вот так 3 петли в конце остается это 2 изнаночные кромочные тоже изнаночной петлей так это у нас третий ряд поворачиваем вязание четвертый ряд с изнаночной стороны кромочную петлю снимаем раппорт начинаем с 2 лицевых далее изнаночная накид и изнаночная 2 лицевые изнаночные накид изнаночные изнаночные и так мы довязываем до последних трех петель 3 петли осталось 2 лицевые петли симметрии кромочную вяжем изнаночной петлей это у нас четвертый ряд поворачиваем вязание так вот эти вот 4 ряда мы далее повторяем для рисунка то есть первый ряд был у нас снять кромочную петлю вяжем 2 изнаночные 3 лицевые снова 2 изнаночные 3 лицевые то есть как первый ряд с первого по четвертый ряды мы повторяем для узора так вот повторила я вот эти 4 ряда для получения своего кружевного узора всем спасибо это был канал школы вязания наших яшек до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok